На встрече высшего руководства стран-членов Альянса Эстонию будет представлять министр иностранных дел Марина Кальюранд, премьер Тави Ривас и министр обороны Ханнес Хансо. Как отметил сегодня глава правительства, ключевым для Эстонии станет решение о размещении дополнительного союзнического контингента на территории нашей страны. Он отметил, что это станет надежным сигналом о том, что Эстония не одинока, что у нее есть надежные партнеры и наша независимость безусловно защищена. Он также отметил, что неправы те, кто считает размещение союзных войск шагами по эскалации напряжения. Я не раз говорил о том, что Эстония не готовится к войне. Нахождение на нашей территории союзных войск – это абсолютно нормальная ситуация. У Эстонии есть надежные союзники. Мы являемся членом самой сильной организации взаимной обороны. Союзники базируются в Германии, Италии, Бельгии, Великобритании и других странах. Речь не идет обряться неоружием. Страны нашего региона по-разному реагируют на наращивание присутствия НАТО. Балтийские страны и Польша, несомненно, чувствуют себя спокойнее и увереннее после таких жестов Альянса. Даже если принять во внимание, что речь идет всего лишь о батальонных группах численностью до тысячи человек и легкой техники, дипломатическую составляющую этого шага трудно недооценить. Рывас отмечает, что сотрудничество и так давно идет полным ходом. В качестве примера длительного и плодотворного сотрудничества можно привести союзническую миссию в Эмори, где базируются воздушные патрули ратированных ВВС Альянсом. Нельзя забывать и о том, что мы участвуем в международных миссиях и совместных учениях. Это, несомненно, и демонстрация силы, и того, что НАТО в регионе теперь обосновалось всерьез и надолго. Россия тоже пока реагирует осторожно. Как много раз отмечалось в прессе, пока НАТО не развертывает в Прибалтике стратегические вооружения, обладающие серьезным наступательным потенциалом, наш восточный сосед вряд ли будет резко реагировать на происходящее. Хотя российские политики не раз подчеркивали, что шаги НАТО не останутся незамеченными. Гораздо больше Москву беспокоит ввод в эксплуатацию элементов противоракетной обороны в Румынии и строительство пусковой установки ПРО в Польше. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.